Здравствуйте! Гость сегодняшней программы Вести интервью, директор Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Ведена Рашид Тыхилов. Здравствуйте! Доброе утро! Рашид Муртузалевич, Вы часто навещаете чебоксарских коллег, проводите мастер-классы, консультируете пациентов. А как давно Вы дружите с нами? Ну, наверное, уже больше 10 лет, потому что до открытия центра, которому в следующем году будет 8 лет, года 2, наверное, я приезжал сюда с тем, чтобы поработать на местах на базе РКБ. Поэтому вот уже такой серьезный срок 10 лет. Вы проводили операции, консультировали пациентов. Насколько серьезные и сложные были случаи? С чем пришлось столкнуться? Действительно, Вы правы. Каждый приезд сюда приходится консультировать много пациентов. Очень тяжелые пациенты в ортопедическом плане, которые требуют очень серьезного размышления и тяжелых оперативных вмешательств. Ну, наверное, это как бы издержки тех операций, которые были сделаны раньше. Раз. Второе. Ну, в общем-то, к сожалению, ортопедическая патология, она сложная патология. Поэтому и операции, которые мы здесь делаем, и пациентов, которые мы консультируем, они серьезные, сложные, тяжелые. Иногда решения приходят не сразу. Иногда мы приглашаем пациентов к себе в институт. Но, тем не менее, это действительно пациенты, которые требуют серьезного размышления и тяжелых оперативных вмешательств. В медицине никогда не бывает границ. К нам в России очень часто приезжают зарубежные, Ваши коллеги. Они перенимают что-то из Вашего опыта, делятся своим. Насколько активно сейчас у нас в России развивается травматология? Это одно из самых активно развивающих направлений в нашей медицине. Ну, наряду, может быть, с кардиологией, кардиохирургией, нейрохирургией. Это, на самом деле, можно сказать, что даже за последние 10 лет существенный прогресс. Причем не только в ортопедической травматологии, это повсеместное внедрение малой инвазинной технологии, это ортоскопическая операция. Если раньше это было только коленный сустав, потом плечо, сейчас это и локоть, и голеностоп, и кистевой сустав, и тазобедный сустав. Развитие происходит очень быстро, очень бурно. И, вы знаете, тут, на самом деле, немножко философский вопрос в том плане, что, может быть, даже если мы на шаг идем позади, то, может, даже и хорошо, потому что мы не делаем тех ошибок, которые делали коллеги. Это не раз убеждались на примере внедрения новых технологий, новых имплантатов. Немножко подождали и не сделали те ошибки, которые сделали наши коллеги. Что касается развития специальности, то он действительно очень бурно идет, но картина достаточно мозаичная по стране, поэтому наличие таких центров, как Чебоксарский центр и еще два других, это как бы форпосты нашей специальности, которые позволяют внедрять эти современные технологии очень быстро и эффективно. А какую оценку Вы можете дать нашему Чебоксарскому центру травматологии? Какая здесь команда, какой коллектив, насколько высокий профессиональный уровень? Это первый центр такого профиля, который был построен и введен в эксплуатацию, я уже говорил, 8 лет будет в следующем году. Очень сильная команда, эта работа, она слаженная, все очень выполняется четко и, в общем-то, оценка самая высокая в той специальности или в тех операциях, которые выполняются здесь. Понятно, что здесь выполняются именно ортопедические операции, меньше степени травматологии, но, собственно говоря, он и был рассчитан на это. Но то, что я вижу, то, что я знаю, очень оценка самая-самая высокая. Недаром люди приезжают из всей страны, из очень далеких мест, это говорит о том, что работа эффективна, и это говорит о том, что авторитет у центра очень высокий. А существуют ли у нас в России какие-то школы травматологии, я имею в виду научные направления, которые параллельно развиваются, как-то вот дополняя друг друга? Интересный вопрос, в советское время на частном деле, там, Ленинградская школа, Московская школа, я бы, наверное, по-другому сейчас сказал. Наверное, это зависит, учитывая, что объемы работы очень большие, даже в рамках одного учреждения существуют разные специалисты. Наверное, я бы сказал, что это скорее школа направления тех людей, которые являются лидерами своей специальности. Несомненно, такое существует, есть, было и будет, потому что наша специальность, нельзя научиться нашей специальности, читая только газеты, то есть книжки. И смотря, там, видеопрограммы, там, и так далее, и так далее. Всегда это общение человека с человеком. Конечно, если есть лидеры, то всегда у них есть последователи, ученики, которые перенимают, берут лучшее. Самое главное, чтобы они двигались дальше, а так оно и происходит. Ну, это естественный путь развития, который, наверное, есть везде, в любых специальностях, не только в нашей. Поэтому, конечно, существуют эти школы. Чебоксарских травматологов считаете своими учениками? Это сложный вопрос. Я не помню, кто-то из великих, когда он взял воросы, ответил, что если они считают меня своим учителем, тогда это так. Как Вы считаете, вот какое направление у нас здесь наиболее стремительно развивается? Вот сейчас, именно в Чебоксарах. Мы начинали с тазобедренных суставов, с замены суставов на протезы. Потом освоили и суставы даже мелкие, суставы кисти, позвоночник. Что сейчас более прогрессивно у нас здесь? Чем хороший центр? Здесь достаточно все равномерно развивается. Я не могу сказать, что-то в лидерах, что-то не в лидерах. Очень высокий уровень протезирования коленного сустава, тазобедренного сустава, ревизионной операции. Очень активно занимаются вопросами ортоскопии, хирургии кисти, стопы. То есть все равномерно. Да это так и должно быть на самом деле. А вообще развитие определяется, наверное, теми личностями, теми персоналями, которые работают. Потому что в целом, как развивается, это зависит от человека. Но вот руководитель, главный врач Николай Саниславович очень грамотно выстраивает эту политику, эту позицию. И вот эти все направления, они подтягиваются. И, так сказать, приоритетят все то современное, что есть в нашей специальности сегодня. Операции, проводимые здесь, в центре, у вас, в институте, они все высокотехнологичного уровня. Естественно, и эндопротезы, которые вы ставите взамен суставам, изношенным, они все, я могу сказать, ну практически, по-моему, все зарубежные. А когда у нас будет налажено отечественное производство аналогов? Вопрос очень интересный, очень злободневный. И действительно, мы все ждем этих изменений, чтобы у нас были отечественные протезы. Ну, есть маленький нюанс, очень серьезный нюанс. Если мы говорим о травматологии, то, в общем-то, переломы срастаются за 3-4, там, ну, 5 месяцев. И после этого имплантат не нужен. То есть, вы можете удалить эту пластину или гвоздь, можете ее оставить. Это отечественный расходный материал? Это не в этом дело, дело в принципе. То есть, после сращения перелома импланты, он не нужен уже. Он просто живет своей жизнью, либо он удаляется. Что касается эндопротезов, они должны существовать долго, там, 15-20 лет, даже больше. И если мы начинаем производство с нуля, то мы должны выждать срок 7-10 лет. Я должен сказать, что да, эти протезы совершенны, они хороши, и давайте их использовать. При тех объемах оперативных мероприятий, которые выполняются в стране, это 110 тысяч. Любой, извините, эксперимент с новыми имплантами может закончиться трагедией для пациентов, конечно. Поэтому, наверное, первый путь – это очень постепенное внедрение, отслеживание тех результатов, о которых мы сейчас говорим. Второе – локализация производства. То есть, взять то, ну, по примеру, автопрома и другие примеры, взять те имплантаты и те протезы, которые уже зарекомендуют себя 10-15-20 лет, не боятся, что это так называемые старые конструкции. Любая инновация, опять же, требует проверку временем, потому что это живой человеческий организм, и как себя поведет имплантат – это большой вопрос. И, наверное, вот по путем локализации тех имплантов, которые зарекомендуют себя положительно многие годы, наверное, это тот реальный путь, когда мы быстро сможем внедрить отечественные имплантаты в нашу повседневную практику с соответствующим контролем качества, ну, и все, что положено в этих случаях. Наверное, это путь вот с сегодняшнего дня. Но если травматология так стремительно развивается в последние годы у нас в стране, я думаю, что это вот может быть даже дело ближайшего будущего. Во-первых, мы очень на это рассчитываем, надеемся, потому что как люди, живущие в этой стране и патриотично настроены, конечно, мы ждем отечественных имплантатов, потому что это современное производство позволит внедрять какие-то инновации. А Россия всегда славилась и будет славиться, наверное, какими-то умами, которые всегда будут желать что-то сделать новое, современное, интересное. И поэтому, конечно, мы ждем этого производства для дальнейшего развития, в том числе и нашей специальности. Кроме преклонного возраста, каких-то спортивных травм, может быть, вот житейских, что еще вредит нашим суставам? Ну, мы должны с вами все понимать, что по мере увеличения продолжения жизни она увеличивается. Мы должны понимать, что, в общем-то, суставы стареют, и это неизбежная ситуация. Заболевания суставов, это генеративные дистрофические процессы, но, как следствие, оперативно уменьшаются замены. Что может уменьшить? Наверное, все-таки, как бы это ни звучало обычно или обыденно, это здоровый образ жизни. К сожалению, наблюдая последние 10 лет за тем, что происходит, могу сказать, что пациентов с обычным весом становится все больше и больше. То есть лишний вес – это вред для суставов? Однозначно. Ну и плюс алкоголь и курение в совокупности с лишним весом – это те предисполагающие факторы, которые приводят пациента к нам. Все остальное – активный образ жизни, спорт и так далее, но люди должны получать радость от жизни. Если мы скажем, что давайте мы не будем этим заниматься, будем лежать, суставы болеть не будут. Но будут люди получать удовольствие от повседневной жизни? Вряд ли. Поэтому, наверное, это неизбежные спутники активного образа жизни, которые, в общем, доставляют удовольствие людям. Да, многие сейчас становятся приверженцами здорового, активного образа жизни. Но здесь же тоже есть такие тонкости. Вот какие физические нагрузки полезны для суставов? Правильный вопрос. Дело в том, что, к сожалению, очень часто и, наверное, в процентах 80 наши суставы несовершенны. Трудно себе произвести идеальную форму, анатомическую форму. И по мере того, как человек испытывает или как проводит большие нагрузки, наверное, вот эти вот маленькие анатомические погрешности выливаются в развитие этих дистрофических процессов, ну и дальше артрозы. И, наверное, я бы так сказал, что пребывание в зоне комфортности – это, наверное, одно из основных требований к тому, чтобы и суставы, и все остальное у нас функционировало достаточно долго. То есть все можно, но в пределах зоны комфортности. Не надо перегружать, не надо заставлять какие-то нагрузки, которые запредельные. Я не говорю о большом спорте. Это отдельный разговор. Это не касается сегодняшнего разговора. Это идет о обычных людях, которые, так сказать, не занимаются профессиональным спортом. Но вот велосипед – он полезен? Велосипед, плавание однозначно для суставов полезен. Хотя, опять же, велосипед, если человек проезжает день 3-5-7 километров – одна ситуация. Если он по 120 километров, наверное, все-таки там другая ситуация. Это нагрузка на спину прежде всего. То есть может не столько суставов, сколько спина. А в принципе велосипед, то есть движение и плавание, они являются оптимальными. Мы всем рекомендуем для поддержания хорошей физической формы. Вот еще врачи говорят, мы есть то, что едим. Что из еды вы считаете эликсиром здоровья для суставов? Ну, считается, что, в общем-то, та еда, которая несет в себе кальций, то есть творог, это, в общем-то, сбалансированное питание прежде всего. Ну, самое главное – это не переедать. А переедание – это категорически нерекомендуемая ситуация, нерекомендуемый, так сказать, фактор, который приводит, к сожалению, потом к проблемам. Потому что каждый наш дополнительный килограмм или 5-10, они ложатся нагрузкой на наши суставы. Поэтому вот это фактор основной. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо.